Анна Воронкова, блогер и молодая мама. Свою активную интернет-деятельность девушка начала два с половиной года назад. Тогда в составе активных и многодетных мам она отправилась на встречу с губернатором региона Николаем Любимовым. И начинается спрашивать, что вам мешает для того, чтобы вы рожали больше детей? Ну и мы начали там одна, вот там пособия не хватает, нам там места в садах не хватает. Говорят, все есть. Мы сидим и никто не знаем об этом. Я говорю, давайте это все в Инстаграм размещать. Да, я говорю, давайте, вот я готова взять на себя эту миссию и помогать. С тех пор Анна набрала более 14 тысяч подписчиков. У нее есть высшее образование. Девушка хорошо разбирается в законах и умеет переводить их на человеческий язык. Сегодня ее блогом интересуется без преувеличения вся страна. Они мне звонят, мы подключаемся. Я понимаю, что передо мной сидит 30 женщин. Они реально в деревне, в ауле в Дагестане сидят. Говорят, расскажите, ну какие нам пособия положены? Мы не знаем, мы не понимаем. В итоге все пособия в Дагестане были получены. Сейчас, кроме декретных выплат и выплат беременным, полагается еще масса вариантов поддержки семей. Далее путинские выплаты. На первом сплатятся из федерального бюджета, на второго ребенка из средств материнского капитала. На третьего ребенка полагается региональный маткапитал. Пособия третьего и последующего ребенка. Детям от 3 до 7 лет выплата. И от 8 до 16 для тех, кто попал в тяжелое материальное положение. Все пособия. Для того, чтобы получать все пособия, требуется сделать себе карту «Мир социальный». Это сделать очень легко. Заходим в приложение, оформляем карту, либо прийти в банк, попросить сделать эту карту. Срок изготовления 2-3 дня. Анна не только информирует женщин, но и объединяет их для проведения различных интерактивных мероприятий. Лучшая награда, по ее словам, счастливые глаза детей и благодарность родителей. Между тем, Анна уже полтора года борется с аллопецией, выпадением волос. Но болезнь ее только закалила. У меня качели. То я ухожу в тотальную форму. То есть вообще я была лысая, без бровей, без ресниц. Я такая проводила мероприятие детям. Это было вообще шоу-программа когда-нибудь. А почему у вас нет волос? Я там начинаю объяснять, что я болею. Вот они сами от меня убежали. Мне, конечно, грустно. Зато смотри, какая я необычная. Они, да, классно. И потом еще один род деятельности. У нас на самом деле у людей с аллопецией огромное количество врицаний. И детей очень много. Я стараюсь их всех коммуницировать. Для взрослых и детей с аллопецией Анна проводят встречи с врачами, психологами. К молодому блогеру тянутся различные люди. Этим летом в День защиты детей неожиданно для себя она собрала одномоментно 3000 человек. Дети играли, родители общались между собой. Здесь надо помнить о себе, что ты тоже человек. Тебе тоже надо развиваться, не деградировать. И есть возможность, я не знаю, выходить, получать дополнительное образование от центра занятости. Пожалуйста, записалась, получила дистанционно, вышла с декрета с еще одним образованием. Есть возможность ходить на мероприятие. Пришла, ты познакомилась с другими людьми, нашла новых подруг себе. Анна говорит, что декрет – это время возможностей. Именно в этом статусе она получила дополнительное образование через центр занятости. Сейчас Анна старается быть разносторонней и блогером, и организатором мероприятий, и общественным деятелем. А еще она организует медицинские онлайн-марафоны и даже заведует музыкальной кавер-группой. У девушки есть девиз – если вселенная дает возможности, не ищите себе оправданий, пробуйте.